Музыка Мир вам, дорогая церковь! Благодарю Господа за возможность быть здесь среди вас. Я думаю, вы меня не знаете совсем. Я сам, мы приехали с женой из Владивостока, живем в России, и там находились с 1994 года на миссионерском служении. И я хочу в первую очередь поблагодарить вас. Я не знаю, кто участвовал в этом, что я до сих пор жив. Просто Леонид Ильич Резуненко, он мой друг, мы с ним выросли вместе в Харькове, в Украине, и он организовал для нас поддержку. Мне 30 января прошлого года сделали операцию на сердце. И кто-то из вас, я не знаю, участвовали в сборе средств для реабилитации моей, для того, чтобы я дальше жить. Спасибо вам большое. Я знаю, что труд ваш не тщетен пред Богом. Я хочу прочесть один отрывок из послания к Титу, из 2 главы. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. Прежде чем коснуться этого слова, я коротко очень скажу о нашей семье. Я родился в семье верующих родителей, они жили в Украине, в Харькове. К Богу я пришел в 25 лет. Господь родил меня свыше, именно в таком возрасте, хотя с детства родители меня водили в церковь. Был управляем родителями до 14 лет, потом стал слишком взрослым. Но Бог, по милости своей, изменил жизнь. В 86-м году Бог дал мне жену, и у нас есть трое детей уже взрослых, у нас есть шесть внуков. И у меня был всегда интерес. Я когда-то читал одного немецкого проповедника и его проповедь о том, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. На те слова, которые когда-то апостол Павел говорил, писал в письме Римской Церкви. И мне вот эта проповедь, этого немецкого проповедника, она глубоко легла в сердце и в душу. Я поверил в то, что именно саму Евангелие, весть об Иисусе Христе является силой Божией. Не просто какой-то информацией, не просто весть о Христе, она – сила. И я, ну, знаю, очень люблю экспериментировать, и я решил попробовать, как это работает, как эта сила Божия может влиять не только на детей верующих родителей, потому что в то советское время церковь росла в основном, только за счет детей верующих родителей, большие семьи. И мне было интересно, как вот эта Евангелие работает. И мы, это было в 87-м году, организовали уличную библиотеку в Харькове и на одной из центральных площадей возле университета, институт политехнический он тогда назывался, столик мой друг сделал из таких подручных средств, мы христианские книги положили, люди приходили, брали, читали, и я увидел, что Господь работает в сердцах этих людей, которые воспитались в атеистической среде, которые не были, родители у них были неверующие. И я увидел, что Слово Божье, даже просто чтение этого Писания, оно изменяет жизни людей. Потом мой брат, двоюродный Виталий, уезжал, тогда так модно было строить домаху, способом называлось это в советское время, и он уехал на Урал, в Пермский край, тогда он еще был в Пермской области, в то время, это было в 90-м году, и вернулся оттуда и говорит мне, Юра, там пустыня, там церквей нет. Мы решили нашей молодежной группой организовать такую краткосрочную миссионерскую поездку, ну был Советский Союз, границ не было, не было проблем пересечения границ республик, поэтому мы спокойно взяли отпуск за свой счет и поехали туда, в Пермский край, там проповедовали, и вот Леонид Ильич Резуненко был один из них, он тоже только обратился тогда, только принял крещение в Новороссийске, приехал, и человек, который с нами ездил, должен был ехать, как тот, кто играет на гитаре, он, у него сын заболел, делали операцию на глаз, он не смог поехать, и я увидел Леню, он как раз приехал в Харьков, тогда говорю, Леня, поехали с нами. Он, недолго думая, поехал с нами, и вот это была наша первая возможность говорить об Иисусе Христе, о Его спасительной вести вне пределов своего родного города и того места, где мы живем. Я увидел там около 37 или 40% населения, это не славяне, это представители народного ислама, это мусульмане, башкиры, марийцы. И у меня мысль, может ли Евангелие Божье работать не только на славян? Может ли это Евангелие, как сила Божия, изменять те, которые себя причисляют, ну, к другой религии? И Бог чудесным образом показал это. Потом мы уехали 4 января 1991 года уже на постоянное место служения в Россию, учеба в колледже, работа там в Красноуфинске, Свердловской области, и сейчас там есть церковь. Мне просто радостно на сердце, что Бог силен, и что Его Слово, оно живо и действенно, и оно действительно достигает сердец. И когда стали первые татары, я помню, первый человек татарской национальности, Азамат, пришел к нам на богослужение, ну, на группу, в разбор описания, и потом у него жена русская, Лена, и потом они обратились. Я в сердце своем благодарил Бога, что Евангелие, как благая весть, она способна изменять, вне зависимости от цвета кожи, когда Бог касается сердца, и Бог меняет людей. Я прочел вот этот отрывок о том, что явилась благодать Божья. Дайте мне право задать вам несколько вопросов, братья и сестры. Я являюсь вторым пастором в церкви города Владивостока. Церковь называется Церковь Святой Троицы. И, может, у меня стиль такого общения с людьми из-за кафедры. Я просто прошу вас дать такое право. Я хочу вам задать буквально два вопроса. и сказать вам об очень плохой вести, об очень хорошей. Я думаю, что каждый из нас что-то о себе думает. Так ведь? Каждый себя как-то оценивает. Так вот, я хочу сказать очень-очень скверную весть сначала. Вдумайтесь в эти слова, которые я вам скажу. Мы с вами намного хуже, чем мы сами думаем о себе. Я не знаю, я некоторых людей знаю из вашей церкви, но, думая о себе, Бог показывает, что ты думаешь о себе, как ты себя представляешь, но когда начинаешь проверять свое собственное сердце, то вдруг начинаешь понимать, что в своих мыслях ты где-то осуждаешь кого-то. И ты не думаешь, что ты судья, но фактически, реально, на самом деле, в нашем сердце мы намного хуже и в наших сердцах очень много всего того, что не славит Бога. Я, по крайней мере, уверен в этом, в своем собственном сердце. Теперь я хочу вам сказать очень главную и очень важную весть. Она очень радостна, она превосходит все наши понимания. Братья и сестры, что вы думаете о благодати Иисуса Христа? Так вот я с уверенностью заявляю, я в этом уверен сто процентов, что благодать Иисуса Христа, она намного лучше, чем мы думаем о ней. Думаем ли мы вообще о благодать? Я прочел этот отрывок, который апостол Павел написал своему сотруднику Титу. И этот отрывок говорит, что ибо явилась благодать Божия. Что значит она явилась? Он начинается, что она явилась, наш отрывок, который я прочел, то есть она явлена, эта благодать Божия. Она открыта, она не спрятана, она не в каком-то потаенном месте, она не под землей, она не где-то в космосе, она не зашифрована каким-то особенным кодом. Она явилась, она явлена, она открыта. Знаете, апостол Павел об этом проповедует. Откуда произошла благодать? Мы читаем в Писании в Евангелии Атаана в первой главе 14 по 17 стих такие слова. Я сейчас говорю о происхождении благодати. «И слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Пришел Христос и явил отношения Бога. Он родоначальник благодати, Он дал нам эту благодать. Знаете, вот когда я задал вопрос о том, что вы думаете о благодати и как вы ее оцениваете, она реально нам достаточно важнее и сильнее и мощнее того, что мы о ней думаем. Как мы можем оценить благодать Божию? Через ее действенность. В нашем отрывке написано, какая это благодать, явленная нам Богом. Здесь написано, что благодать Божья, она принадлежит Богу. Она спасительная для всех людей. В этой благодати Божьей заключена способность спасти любого человека. Как я когда-то думал, что она спасает только детей верующих родителей. Но Бог на практике, в эксперименте, в проповеди Евангелия людям, которые в атеистической культуре воспитывались, а не читая, понимая Иисуса Христа, кем Он является, Дух Божий действовал на них, и эта благодать Божия спасала этих людей неверующих. Потом, исходя из моего опыта, Бог спасал татар, башкир. Последние пять лет Бог дал такую возможность служить. Мы когда-то договорились в 2013 году с миссией Уиклиф о работе, участвовать в таком проекте, как Дальний Восток 3х3. Я объясню, что это значит. Мы узнали о тех малочисленных народностях, которые есть на территории России, на языке которых нет Слова Божьего. Я был знаком с тогдашним директором миссии Уиклифа, Уиклиф Валерой Морозовым, и мы... Он предложил нам в церкви, у нас в Владивостоке, провести конференцию миссии Уиклиф. И приехали люди, приехали миссионеры, которые в Африке, в Индии работали, в краткосрочных поездках, кто-то по 7 лет там был для того, чтобы на язык этих людей перевести Священное Писание, перевести Новый Завет. Конечно, наше служение перевести даже просто Новый Завет на тот язык, мы ездили кудгейцам, невозможно за то время, которое мы запланировали. Мы переводили упрощенные библейские истории. 25 библейских историй, 11 из Ветхого Завета и 14 из Нового Завета. Вот этот проект, о котором я сказал, Дальний Восток 3х3, он включал 4 команды. Одна из команд была на Камчатке работала, с такой народностью, как Коряки. Вторая команда уехала на Сахалин, в Россию, и там есть такая национальность или народность, как Нивхи, и они для них эти библейские истории переводили. Потом в Хабаровском крае, внизу, в Яхамура, одна из команд занималась для перевода этих библейских историй на Найцам, и мы работали с тудгейцами. Народ тудгейц, очень малочисленный народ, на настоящий момент их осталось всего 1800 человек. У них язык, до начала 19 века у них не было письменности, и вот мне было интересно, может ли Евангелие изменить этих людей? Они по своей вероисповедной принадлежности прямые язычники. У них шаманство, они поклоняются духом природы, скалы, идут на охоту, приносят жертву, водку льют в костер. Они хотят духов этих лесных, чтобы они способствовали им. И вот мне было интересно, способны ли Евангелие вот этих закоренелых язычников, которые уходят от цивилизации, уходят далеко в тайгу, способны ли Слово Божье изменить их? Я убедился на практике, что вот эта благодать Божия, она спасительная для всех людей. Во-первых, она была спасительная для всех нас. Апостол Павел включает себя в это число людей, и вот там же в послании к Титу, дальше, в третьей главе, с третьего по седьмой стих, он говорит, и мы были никогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилось, опять это слово, когда же явилось благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милостью, баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. последняя песня, которую пел хор, там много повторялось слова веры. Верую, верую. И надежда в этой вере одна. На кого? На кого наша надежда? Эта благодать, мы прочитали в отрывке, она не только спасительная по своему качеству, она научающая. Она научающая. Чему она учит? Апостол Павел говорит, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ведь это фактически качество настоящей христианской жизни. начало с отвержения нечестия. Апостол Павел дальше перечислял титул в письме о том, что, понимаете, это пастырское послание, и вот апостол Павел говорит, что он себя включает, что он был также рабом оппел, похотей и различных удовольствий. Но вот эта благодать Божия явилась и изменила его жизнь. Вы знаете, в Деянии Апостолов написано о встрече, личной встрече апостола, вернее, с Авла с Иисусом Христом, после которого он стал апостолом, которого призвал Христос. И вот чему учит благодать нас? Некоторые люди говорят, ну, получил Евангелие, получил спасение, как-нибудь дойдешь до того момента, когда Христос придет и заберет. благодать. я верю в то, что благодать, она учит, учит по-настоящему каждого верующего человека отвергать мирские похоти и жить правильно. Мы это еще называем освящением. начало с отвержения нечестия и мирских похотей. Это противоположность тех качеств, которым учит благодать. Знаете, мы читаем часто, я сам читаю Писание, я думаю, вот написано во втором послании Коринфянам в пятой главе, ибо любовь Христова объемлет нас рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Мы живем для себя или для Христа. Апостол Павел четко и ясно говорит Коринфянам церкви, чтобы мы жили не для себя, а для того, кто за нас умер и кто воскрес для того, чтобы нас оправдать. Основное слово моей проповеди здесь есть такое, вот смотрите, 13 стих говорит, что мы благодать, которая спасительная, научила нас, чтобы мы отвергли мирские похоти, и 13 стих, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога. Может, я нарушаю какие-то законы герминевтики или гамилетики, но я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал об этом слове. Как мы ожидаем Христа. Сосредоточьте свое внимание, братья и сестры, на слове ожидая. Вот это дейпричастие. Каждый из нас на что-то надеется и что-то ждет. Есть много пословиц, которые говорят об ожидании. Ну, я знаю, думаю, что вы слышали. нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Слышали такое? Это одна из пословиц русских. Мир учит здесь и сейчас. Слыхали такие возгласы? Или, например, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Или еще пословица. На Бога надейся, а сам не плашай. Братья и сестры, вы слышали такие пословицы? Писание абсолютно противоположно. Вот этой последней пословицы. Оно говорит, что надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его. Философия этой мира, она противоречит тому, что говорит Слово Божье. Я прочел из второго послания Коринфянам, что мы должны жить для Христа, но люди настоящего мира чаще живут таким лозунгом. ты достойн лучшего. Я не знаю, как здесь в Америке, но в России большинство реклам возвеличивает человека, и оно что-то предлагает ему, без чего человек вроде бы как и жить не может. вот одно, один из примеров. Реклама косметики и потом такая фраза в конце рекламы косметики. На женщину рассчитано, ведь ты этого достойна. Оказывается, косметика это самое главное в жизни человека, в жизни женщины, самое главное хорошо внешне выглядеть. мне нравится один из, я много книг его читаю, потому что он много говорит о практике дешепопечения, он американец, его зовут Пол Дэвид Трип, и он, я хочу цитату привести из одной его книг. Бог призывает каждого из нас ожидать, и вопрос задает, умеете ли вы ждать? речь идет о блаженном уповании явления Иисуса Христа. Каково качество нашего ожидания Иисуса Христа? Может быть, нас раздражают эти минуты бессмысленного ожидания, которые так много в нашей повседневной жизни. Вы любите очереди, братья и сестры? Я знаю себя, у нас в России по причине болезни приходится в поликлинике стоять по полтора до два часа в очереди. Наверное, здесь лучше организована медицина и назначают на определенное время. Но искренне, честно вам говорю, когда я прихожу и там очередь сидит, назначено тебе время на 9 часов утра, а ты попадаешь к врачу в половине 12-го. Два с половиной часа бессмысленного ожидания. Ты записан на определенное время, что происходит. И внутри где-то там начинает какое-то огорчение в сердце. Почему я должен два с половиной часа тратить? Я записан на 9 и по чьей-то причине мне приходится ждать. Я думаю, что мы все из одного теста слеплены и наша плоть не хочет ждать. Нам хочется здесь и сейчас. Или, например, я видел здесь в Америке и когда сюда мы направлялись пробки. У нас в 5 часов утра должен был самолет из Москвы в Амстердам и где-то там авария и мы 1 километр ехали 55 минут. Здесь переживание, я опоздаю на самолет, у нас в 3 часа ночи уже регистрация, мы еще далеко, находимся от Шереметьево и вот это чувство ожидания тревоги, беспокойства. Бог говорит, все заботы ваши возложите на Него. Одно дело это знать умом, другое это дело практически проявлять. И вот наша естественная реакция на те вещи, которые нам может быть неприятны или непонятны, она говорит о том, что есть у нас внутри в сердце. Я так думаю, что вот та наша внешняя реакция на происходящее негативное обстоятельство, она говорит о том, что у нас в сердце что-то есть. И вот Пол Дэвид Трип говорит об ожидании. Каково наше ожидание Иисуса Христа? Мы часто ждем многого. Писание говорит, что тот, кто посеял, ждет определенного плода. Или может быть вы находясь в браке и испытываете какие-то не очень хорошие отношения со своим супругом. И вы ожидаете, когда же наконец наши отношения станут такими прекрасными, как это описано в Библии? Или может быть вырастите своих детей и ваши дети не откликаются или не отвечают вашим ожиданиям? Вы ждете, когда же они уже вырастут? Когда они станут взрослыми? Когда они станут самостоятельными? Я знаю, что моя мама ожидала моего обращения к Богу 25 лет. 25 лет она молилась. До послушной был, а потом непослушной. Слезы, плач. Я помню, я просыпался от неприятных вещей. Я зарабатывал достаточно много денег, работал в инженерной геологии, на буровой и приходил домой и часто деньги тратил на зеленого змея. И в интересном состоянии засыпал дома, засыпал в коридоре, чтобы мать не проходить мимо спальни, где спали родители и просыпался от того, что мамыны слезы падали мне на лицо. Она стояла надо мной и молилась. Она просила Бога, чтобы я, грешник, обратился к Иисусу Христу. Меня эти слезы матери, они сжгли как огонь. Я вскакивал, выбегал на улицу, курил сигарету за сигаретой, сказать маме, ты за меня не молись, я не мог. Я где-то умом и сердцем понимал, что она правильная делает вещи, моя жизнь неправильная. Внутренний стыд где-то сжет, но он не выходит наружу, он остается там. Не хватает силы признать Христа, принять его в свою жизнь. Бог милостел, Бог ответил на молитвы мамы. 2 января 85-го года я сознательно обратился ко Христу и Бог изменил мою жизнь полностью. Ее ожидания, изменения моей жизни произошли. Может быть мы в своей жизни ожидаем каких-то изменений, которые Бог произведет с нашими близкими. Может мы долго молимся за кого-то из наших родных или соседей. Благодати Божьей достаточно для того, чтобы изменить любого человека. Мы прочли с вами, что явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. вне того, мужчина это или женщина. Кто он по своему мировоззрению? Благодати Божьей, ее силы достаточно, чтобы изменить любого человека. я хочу вернуться к этому слову. Как мы ожидаем Иисуса Христа? Хочу опять вернуться к цитате, я ее до конца не прочитал, Пола Трипа. Ожидание я определяю как время, когда вы понимаете, что совершает Бог и не в силах изменить свои обстоятельства к будущему. Знаете, вот я верю в то, что Бог в нашем ожидании Иисуса Христа и Его Второго пришествия, Он использует не просто для того, что мы часто думаем, вот там в вечности, там не будет скорби, не будет болезни, не будет плача, мы об этом читаем. Бог дал нам время ожидания для того, чтобы мы немножко стали другими. Я много книг прочел о семейной жизни. Мы с нашей супругой Светланой вот в мае месяце будет 33 года, как мы вместе живем. И в одной из книг я прочел такую интересную фразу. Бог является творцом брака. Вы верите в это? И там автор этой книги говорит, каждый, вступая в брак, мечтает о счастливой жизни. И он как бы вопрос такой задает автор. А что если создавая брак, Бог думал больше не о вашей счастливой жизни, а о вашем благочестивом характере? Знаете, я когда прочел, мне просто внутри, я тоже хочу семейной жизни, но, наверное, Бог заинтересован во моем благочестивом характере. Там в вечности уже нет ни мужского, ни женского пола. Я так считаю в Священном Писании. Люди пребывают как ангелы. Там в вечности то, что Бог сделает со мной, как Он произведет благодатью Свои изменения, вот это важное качество. Библейских примеров об этом. Помните те обещания, которые Бог дал Аврааму? Он дал ему обещание о том, что он ведет его в землю, где течет молоко и мед. И Авраам странствует всю свою жизнь. Бог дает ему обетование, что он даст ему детей. И сказал Господь, удаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Бог пообещал Аврааму, Авраам ждет, 25 лет ждет, пока у него сын появится. Бог ему дал обещание ни одного сына, от него произойдет великий народ, и мы с вами тот народ, который Бог произвел через Авраама, отец Авраам, отец всех верующих. Авраам поверил Богу, это вменилась ему праведность, мы поверили Богу в спасителя Иисуса Христа, в его благодать, и Бог нас сделал своими детьми. Ожидание, по моему убеждению, это средство благодати, которым Бог воздействует на нас, чтобы изменить наш характер. Я верю в это. Когда-то поверил в то, что из силы Евангелия благодать Божия может изменить славян, которые в атеистической культуре воспитывались. Бог показал мне это. Когда-то я поверил в силу Евангелия, что оно способно изменять представителей народного ислама. Бог это показал. Я поверил в то, что перевод вот этих библейских историй, в которых мы участвовали, силен изменить удыгейцев. В 2017 году я сам участвовал в крещении первой удыгиянки. Там, в Хабаровском крае, за тысячу километров от дома, в Тайге, эта женщина решила заявить, и она крестилась. призывая нас ожидать, Бог спасает нас от порабощенности нашему собственному плану. Я хочу задать вам вопрос, братья и сестры. Я его задавал у нас, во Владивостоке, в церкви. вы когда-нибудь планировали себе серьезную болезнь? В детстве, будучи хитрым мальчиком, я планировал себе болезнь, чтобы избежать какой-то контрольной. Я выдумывал себе болезни, и родителям говорил, но они быстро это все раскусывали и отправляли меня в школу. Но если говорить серьезно, кто из нас планирует себе болезнь? Честно говоря, я до 2 января 2018 года, я говорил, ну я не знаю, где у меня сердце находится, оно у меня никогда не болит. Но перед Новым годом я молился о том, большинство моих людей, окружения мои, это верующие люди. И приходится выдумывать разные способы, как Евангелие говорит неверующим. Одно из них, это поездка кудыгейцам. И я молился, говорю, Господи, я хочу проповедовать Евангелие, хочу говорить о Тебе серьезным мужчинам. Я так Богу говорил искренне в молитве, говорю, Господи, ну дай мне, пошли мне навстречу людей, которым бы я мог рассказывать о Тебе. И он посылает. Бог кладет меня в больницу, где я пролежал 2,5 месяца в трех разных больницах, операцию сделали. Бог мне дал возможность более 50 людям лично рассказать об Иисусе Христе и рассказать Евангелие. 16 мужчин, которых я знаю по имени, которые со мной в палате лежали в разных местах, я им полностью рассказал Евангелие об Иисусе Христе. Если бы я планировал, я, во-первых, этих мужчин никогда бы не встретил. Два из них капитана дальнего плавания, один начальник дистанции железнодорожных дорог в Дальнереченске там до Хабаровска. Они ездят на персональных машинах и ну никак бы я с ними не встретился. Но Бог отвечает на молитву. Я не планировал себе болезнь, но я просил у Бога возможности свидетельствовать об Иисусе Христе. Я верю, что это благодать Божия, которая способна. Я не хотел болеть, но Бог проводит через болезнь для того, чтобы свидетельствовать этим людям, которые никогда не слышали Евангелие. И обстоятельства. Если вы где-то в транспорте начнете говорить о Христе кому-то или просто находясь в очереди, люди часто сторонятся. Но Бог и обстоятельства создал. Со мной в палате лежало четыре мужчины, которые, как и мне, им тоже разрезали грудную клетку, останавливали сердце, никто никуда не убегает. Все понимают, что близко к смерти, очень близко. И они не отвергают Евангелие. Они внимательно слушают, потому что понимают, в каких обстоятельствах они находятся. Благодатью Божью Бог создает и обстоятельства вокруг нас. Я, конечно, не переживал всего того, что пережил апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, но благодатью Божью он утверждает. Благодатью Божью я есть тот, кто я есть. Еще хочу, последнее, что хочу сказать. Наше ожидание, оно должно быть не пассивным. Некоторые люди думают, ожидать это значит сложить руки и сидеть просто так. Наше ожидание, явление, пришествие Иисуса Христа, оно должно быть активным. Активным в проповеди Евангелия. Избавиться от беззакония, мы читали. К этому призывает нас от нарушения всякого закона. Отвергнуть мирские похоти, то есть внутренние желания, которые влекут нас к тому, что Бог говорит, это противоречит моей сущности. Как мы ожидаем Христа? Бог говорит, мы должны стать особым народом. Мы должны стать теми, кто очищены Богом и должны быть ревностными к Божьим делам, к добрым делам. Еще здесь же в послании к Титу апостол Павел говорит, 2 глава 14 стих, 3 глава 14 стих, пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Обратите внимание на слово упражняться. Это активное действие. мы в этом должны упражняться, мы должны это практиковать, это делать волевым действием, а порой этого делать не хочется. Знаете, Бог дал особую благодать там, находясь в больнице. У меня до этого никогда не было практики многочасовой молитвы. Ну, час молился и думаешь, что, о чем можно молиться Богу в течение часа? Там, находясь на койке, после операции я молился по шесть часов. Нет сна. Чем ты будешь заниматься? Свет нельзя включать. В палате четыре человека вместе со мной. Они отдыхают, спокойно спят. Что делать? Бог активизирует к молитве. За шесть часов можно рассказать много Богу о своих переживаниях, о своих трудностях. ну, перечислил ты их всех. Есть возможность ходатайствовать. Бог напоминает тебе о своих родственниках, о близких, о соседях, об этих мужчинах, которые с тобой в палате лежат. Я знаю, что я не могу им дать свою веру. Я не могу их возродить. Я знаю, что это только силен Бог силой своего слова при действии Духа Святого. Я могу только молиться. Я могу только точно передавать Слово Божье. Я могу говорить, Господи, дай мне возможность безошибочно говорить о тебе. Дай мне приоритеты, чтобы здесь, находясь в палате, даже не говорить о своих болячках, о своих чувствах физических, которые мы испытываем. Дай мне возможность правильно говорить о тебе. Это благодать Божия. Я и так верю. Я уверен, что каждый из нас, верующий в Иисуса Христа, ожидает пришествия Христа. Я хочу задать вопросы. И эти вопросы не просто, чтобы я ей задал, они прозвучали в пустую. Задайте эти вопросы каждой себе, своему собственному сердцу. Произвела ли благодать в вашем ожидании более крепкую веру у вас? Или может быть ваша вера оскудела? Задайте себе вопрос. Сестра читала стихотворение «Се стою у двери и стучу». Ноги охладевают. Производит ли благодать Божия в моем сердце возобновление веры, желание опять идти за Христом, служить Ему, творить добрые дела? Наше ожидание Христа производит ли в каждом из нас желание свидетельствовать о Нем с верой в то, что не мы производим. Я слышал ошибки многих проповедников, которые говорят «Я там покаял человека». И насколько тогда это покаяние будет? Если Бог производит, поддает покаяние человеку, если Дух Святой производит изменения, если Дух Святой дает новую природу, возрождает, тогда это навсегда. помните, поскольку ваше ожидание не является чем-то выходящим за рамки вашей жизни. Это то, к чему Бог нас предназначил. Это рамки Его замысла. Это рамки наше ожидание Христа. Это то, во что Он нас поместил. Для Бога ничего не стоило, когда мы получили спасение и только уверовали забрать нас на небо сразу. Но почему-то Он нас оставил на земле, чтобы мы ждали Его. Каково качество нашего ожидания Иисуса Христа? Он напротив предоставил нам вот это ожидание как специальную возможность для изменения нашего характера. Ожидая Иисуса Христа сами себе, говорите вновь и вновь, смысл ожидания состоит не только в том, что я в конечном итоге получу, но и в том, кем я стану благодаря этому ожиданию. Пусть Бог благословит нас думать о благодати почаще, думать о Слове Его, думать насколько это Слово Иисуса Христа живо и действенно в моем собственном сердце. Или может быть я это Слово применяю к кому-то другому. Братья и сестры, я когда готовлю проповедь, я ее готовлю в первую очередь для себя. Я хочу, чтобы это Слово Божье искоренело во мне, выжгло все эти человеческие недостатки и похоти, которые остались в моем сердце. Я хочу, чтобы эта благодать была действенная, чтобы я не сидел просто ожидая сложа руки Иисуса Христа и был активным в проповеди Евангелия. Многие люди не знают, как это делать. Слово Божье говорит, так написано, просите и дано будет вам. Просите просто у Бога одного человека, который не знает Христа, но вы лично ему расскажете об Иисусе Христе. Благодать Божья действенна. Как мы в молитве просим, мы ожидаем, что просто так они сами с собой эти люди придут. Нужны наши какие-то активные действия для того, чтобы видеть этих погибающих людей и идти им навстречу. Говорить им Евангелие. Не вы их будете спасать. Наша ответственность говорить Слово Божье правильно, правильно возвещать Евангелие этим людям. У Бога достаточно силы и возможностей для того, чтобы изменить любого человека. Так был изменен Саул. Так изменены были многие мои друзья, которые противились Богу. Так был изменен я сам силой Слова Божьей и благодати Божьей. Наша ответственность правильно ожидать и ожидать изменения нашего характера силой Божьей для Его славы. Аминь. Давайте помолимся. Более . Божьей 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 Наш и гинз И божьей 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 Субтитры подогнал «Симон»